С пассажирских сидений еще не сняли пленку. Владимир Павленко за баранкой более 15 лет говорит, что новая техника, она и есть новая. Сидения научились делать водительские. Какие впечатления? Новая машина сел и едет. Все хорошо. Все хорошо, чистенько, приятненько. Поехали, работаем. Стоимость одной такой машины 1,7 миллиона рублей. На предприятии говорят, что рассматривали разные варианты, однако покупая отечественную технику, можно как минимум рассчитывать на государственные субсидии. Во-первых, обслуживание. Местный производитель российский. Не местный, конечно, но российский. Проще с запчастями. Экологический класс Евро-4. Возможность перевода на газ, что, во-первых, значительно сказывается на экологической обстановке, а во-вторых, удешевляет его эксплуатацию. Это один из четырех новых автобусов. Их поставят на 116, 118, 135 маршруты. Все они оснащены приборами ГЛОНАСС, совмещенными с региональной системой мониторинга транспорта. В мэрии вспоминают, как еще несколько лет назад по городу ездили газели, их сменили импортные автобусы малой вместимости с пробегом. Теперь в администрации говорят о принципиально новой тенденции. Хочется отметить тенденцию к лучшему, так как это, можно сказать, за последние 2-3 года это единственный прецедент, когда у нас предприятие приобрело новые автобусы. Достигнуто определенное понимание между перевозчиками и администрацией. И, в принципе, автобусы идут уже более вместительные, более комфортные. По словам Юрия Кудрявцева, сегодня на городские маршруты выходят более 400 автобусов. По оценкам специалистов, сегодня стоит подумать о замене примерно 20-30% из них. Сама ситуация скорее типична для российских курортных городов. Вместе с тем отмечается, что в Анапе практически нет вызывающей старой техники.